2024 год будет годом предупреждения и предотвращения ЧАЭС. Приморья уже принимает меры. В крае создается отдельная структура и формируется парк спецтехники. Об этом заявили на совещании, посвященном подведению итогов работы системы РСЧС в 2023 году. Нам поставлена всем задача именно вот такие превентивные меры применять, чтобы упреждать чрезвычайную ситуацию, чтобы минимизировать ущерб. И Приморский край активно этим занимается. Но достаточно сказать, что у нас 1 января создается новое агентство по гидротехническим сооружениям, которое как раз будет заниматься этими вопросами. Вы абсолютно верно упомянули, что у нас уже в этом году идет приобретение специализированной техники. На следующий год мы, формируя бюджет, также закладываем средства на приобретение такой техники. Также Вера Щербина назвала 2023 год периодом сложной, но слаженной работы в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных тайфуном и ливнями, которые обрушились на Приморье летом. Она поблагодарила МЧС России, руководство Хабаровского края, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей за оказанную помощь в борьбе с последствиями стихии. Как обозначил замминистра МЧС России Виктор Исуценко, изменения в законы, предложенные губернатором Приморья, вступят в силу с января 2024 года. В настоящее время инициатива главы региона о наделении муниципалитетов правом чистить реки, используя добытым при этом грунт, проходит второе чтение в Госдуме. Основная задача следующего года на законодательном уровне в субъектах Российской Федерации с учетом изменений федеральных законов внести эти изменения и в полном объеме их применять. Также, по его словам, возможность действовать на упреждения дают и современные технологии. Среди них запуск отечественного радиолокационного спутника «Кондор-ФК», который позволит получать более точные и быстрые данные. Идет и наполнение «Атласа ЧАЭС», где в режиме реального времени собирается и анализируется обстановка по всем населенным пунктам с возможными угрозами. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.